С вами Алексей Ниц и в этом видеоуроке я расскажу, как создать электронную книгу в нужных форматах и разместить ее в интернете с помощью сервиса BookMate. Сегодня электронные книги все больше входят в нашу жизнь. Мы можем читать книги с помощью специальных электронных устройств, сотовых телефонов, планшетов и даже обычных компьютеров. Если говорить об устройствах, то наиболее популярными являются те, которые используют электронные чернила и по восприятию глазами наиболее близко похожи к процессу чтения обычных бумажных книг. Например, глаза не устают от яркого экрана. Также все больше людей читают с помощью смартфонов и планшетов. Для того, чтобы иметь возможность читать книгу на подобных электронных устройствах, необходимо подготовить файл книги в определенном формате. При этом для большинства устройств подойдет 4 формата файлов – PDF, EPUB, FB2 и MOBI. Дополнить можно форматом тексты, но он не отображает картинки. Передо мной стоит задача – сделать небольшую электронную книгу, которая будет доступна для чтения на большинстве устройств. Я покажу наиболее простой и быстрый способ получить нужный результат. Первый шаг – необходимо подготовить тексты картинки в текстовом редакторе. Для меня наиболее оптимальным решением является Google Документы. Вы можете воспользоваться любым другим привычным редактором. Для примера, моя книга будет состоять из всего двух страниц, при этом имея две картинки. Плюс использование Google Документов – это возможность скачать файл в разных форматах, поэтому вторым шагом будет сохранить выбранный файл в формате PDF. Так моя будущая книга выглядит в формате PDF. Важно проверить, чтобы все отображалось верно и так, как было задумано. Третий шаг – переконвертировать файлы с PDF в другие нужные форматы. Для этого существует множество бесплатных онлайн-конвертеров, когда ничего скачивать не нужно, а сами файлы для конвертации загружаются на сервер и обратно скачивается файл уже в нужном формате. Для примера, воспользуемся такими сервисами. В первом из них я просто выбираю файл на своем компьютере, после чего выбираю нужный формат и нажимаю «Конвертировать». Как мы видим, здесь можно получить форматы EPUB и FB2. Второй работает похожим образом и может переконвертировать PDF в MOBI – формат файлов, который воспринимают читалки Kindle. Здесь же можно поменять название автора книги. Это достаточно удобно при будущем отображении файла книги. После конвертации будущие книги в нужные форматы самым простым способом сделать ее доступной для вашей целевой аудитории – это просто разместить файлы на вашем сайте, где любой желающий может скачать их и использовать на своих устройствах. Но это не всегда может быть удобным, поэтому давайте автоматизируем этот процесс. Поэтому четвертый шаг – воспользуемся ресурсом BookMate, которым я пользуюсь практически со времени его появления. BookMate – это библиотека и инструмент для чтения электронных книг, как в веб-версии, то есть прямо на сайте, так и с помощью своего мобильного приложения. Данный ресурс также является своего рода социальной сетью, где можно подписываться на библиотеки друзей и читать их книги. Доступ к общей библиотеке возможен с помощью подписки, которая стоит 150 рублей в месяц. При этом доступно огромное количество книг. Другими словами, за стоимость одной книги вы получаете возможность читать большое количество книг. При этом пользователи сервиса имеют возможность самостоятельно загружать новые книги и читать их бесплатно. Эти книги могут быть доступны в общей библиотеке, и таким образом контент пополняется также и самими пользователями. Чтобы начать пользоваться библиотекой, необходимо войти с помощью аккаунта в социальных сетях или зарегистрироваться. Загрузить книгу можно как с локального компьютера, так и с помощью прямой ссылки на файлы книг. Я загружаю полученные после конвертации файлы, чтобы выбрать тот из них, формат которого лучше отображается. При загрузке можно поставить галочку «Сделать книгу приватной» или «Не показывать книги в профиле». После того, как файлы загрузились и обработались, можно отредактировать поля названия автора и загрузить картинку обложки, если такая имеется. Нужно заметить, что мобильные приложения при синхронизации автоматически добавляют новые книги, которые вы добавили через сайт. Нажав на синюю кнопку «Читать», открывается окно для чтения книги непосредственно в браузере, что также часто является очень удобным. Видимо, что тексты картинки отображаются корректно. В настройках можно изменить шрифт, размер, выравнивание текста и яркость. При выделении текста можно написать заметку, поделиться в социальных сетях, посмотреть перевод или цитировать выбранный текст. Цитаты отображаются во вкладке рядом с содержанием. Удобство в сервисе еще и в том, что цитаты из всех книг можно посмотреть в отдельном разделе, а это значит, что самые интересные моменты книг у вас всегда будут под рукой. Также можно просматривать цитаты ваших друзей. Хочу также рассказать о BookMate Publisher, своего рода издательство сервиса BookMate. Сейчас этот инструмент работает только для юридических лиц, и позволяет опубликовать собственные книги, а также используются инструменты статистики и монетизации. Работа с физическими лицами, анонсированного на ближайшее будущее. Таким образом, электронные книги – это отличный информационный канал общения с вашей целевой аудиторией. Подготовив будущую электронную книгу в текстовом редакторе и переконвертировав ее в нужные форматы, можно загрузить ее на BookMate и сделать доступным для чтения большинству людей. Или просто разместить ссылку на скачивание электронной книги на вашем сайте для того, чтобы люди сами могли загружать книги на свои устройства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok